В Ревненской области пятилетний ребенок получил обнестрельное ранение из автомата Калашникова, играя у собственного дома. Как такое могло произойти и кто стрелял, все обстоятельства выясняли наши корреспонденты. Вот на данной рентгенограмме вы можете увидеть наявность кули в мягких тканинах рудной клетки. Это пуля, которую извлекли из тела пятилетнего мальчика. Ее демонстрирует врач Ревненской областной детской больницы. Именно сюда, в травматологическое отделение, на выходных привезли ребенка с ранением, как оказалось с огнестрельным. При обслежении на рентгенограмме было выявлено металевую кулю, которая находится в мягких тканинах. На счастье для детей она не была проникающим поранением. В урагентном порядке, под загальной анестезией, эта куля достала. Врачи говорят, мальчику повезло, ведь пуля была на излете, когда ее движение и сила уже минимальны. Поэтому вошла неглубоко и серьезно не травмировала. Ребенка после операции отпустили. Сейчас Рома дома, в селе Шпанов. Вот там, сразу же и тут. И что пометаешь, Ром? Бомба тренера. Мальчик показывает, где все произошло. Он играл с друзьями возле собственного дома, когда почувствовал боль в спине. Мама говорит, до сих пор в шоке. Не сразу поняла, что случилось с сыном. Вот тут на батуте он гулял, с подружками сидел, с друзьями своими. Пробегает и говорит, у меня когда распинуло, но нет никого. Мы вышли, попросили его друзей и все. Никто не заходил, никто не выходил. Полиция уже ищет стрелка. Выстрел, вероятнее всего, не был прицельным и сделан с большого расстояния. За попередним оглядом кули полицейские заявили, что ее калибр становит 7,62 мм. А пострел, вероятно, был сделан из автомата Калашникова. Следующую кулю вылучили и направили на экспертизу. Версии правоохранители пока не озвучивают. Мол, тайна следствия. Впрочем, в Шпанове убеждены, стреляли с территории заброшенного полигона. До него около двух километров. Оттуда время от времени доносятся звуки выстрелов. Там форт из земли, и там сейчас стреляют охотники. Место, на которое указали жители села, уже проверяют полицейские. В урочище запретили стрелять еще в 2007 году, когда от пули, выпущенной на полигоне из форта, в Шпанове погиб мужчина. Кто нарушил запрет, устанавливает следствие. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Ремнинская область. И как только что стало известно, в полицию с повинной явился мужчина, житель Шпанова, который сообщил, что может быть причастен к ранению Ромы. Он дал правоохранителям автомат Калашникова. Рассказал, что в то время, когда был ранен мальчик, находился на заброшенном полигоне и стрелял из своего автомата. Другие подробности пока неизвестны. Продолжение следует...